Сделаем вывал в супермаркет и может быть еще, короче, к небольшому заливчику тут совсем рядом. На самом деле помоечка, но если там вода будет, потому что там бывают прилив и отлив. Когда там вода есть, там прикольно, когда там воды нет, это просто тупо помойка. Ну вот посмотрим, что там будет сейчас, может быть это будет тупо помойка. Идем к машине. Все сделано, вот фигня установлена, видите там ждет сигнал с GPS. Вот мой супер-GPS приемник. Включаем его. Сейчас он найдет спутник. Так что, как раз не начнет, он найдет спутник, пока не начала, значит, все не на ней. Так что, он просто горит. Положу оттуда. Все, все сделано, включено, рапчина по радио, все по-пацански, можно ехать. Да, надо пристегнуться еще, а то орать начнет, что я не пристегнут. Так, поеду, короче, я сначала, что-то гонит там моя карта, мне кажется, сейчас никак GPS не найдет. Давай уже, ищи, 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 ах, включительно. Слушайте, ну, включи, ну, вот, нашел. Сколько ехать? 25 минут? Чего-то долго-то. Я туда не езду, чувствуете меня? Вэмарин блюд драйв. А может, я ездил, фастер-строуд. Короче, Лэмар, поеду, да. Расскажи, как там было. Собственно, еду по такой деревенской местности. Это буквально секунд 10 от отеля отъехал. Еду через леса полнейшие. Ничего суперинтересного. Блин, быстро тут ехать не надо. Я чуть разогнался. Ну, как бы, не по русским понятиям разогнался, а по американским. Вообще, ездить в машине в Штатах это своего рода терапия. Если не ездить, то можно вообще слечь в какую-нибудь психушку реально от скукоты. Потому что все очень правильно, все очень запрограммировано. И вообще все делают свое дело. И никакой нифига нету интересности. Поэтому единственное, что остается, это гонять куда-нибудь. А если не гонять, то все, короче. Финиш. Башка едет быстро. Я так думаю. Ну, вообще, даже не то, что думаю, а я уверен. Короче, доехал. Ну, тут не помойка, водичка есть. Сейчас сходим, посмотрим. Вон так вот. У меня есть фотка. Вот это. Вот, видите, там помоечка была. Не было водички. Это вот. Выключаем. Все, значит, оставляем. Здесь, ну, пойдем. Так, иди, друг. Давай, давай. Так, закрыли, выключаем. Открыли, аккуратно. Аккуратно. Вот так это все выглядит. В принципе, тепло сегодня вообще, кстати. Можно было... Ну, если бы я был америкосом, то не полегать. Там, наверное, его не видно, но там так прикольно. Какие холмы. Класс. Ну, это короче... Кстати, кто-то какие-то прикольные штуки есть. Вот. Может расслабиться едой прямо здесь. Я полагаю, что я потом тогда так расслаблюсь. Вот как я суперкрутый инсталлировал свою маленькую камеру. Посмотрим, что получится. Музыка, кстати, дерьмо. Ну, всякая R&B, репчина и так далее. Ну, как бы... Причем репчина такая. Кому, может, репчина и нравится, но вряд ли такая попса, короче, всякая. На красный здесь можно поворачивать, да, ну, вообще в любую сторону. В осень. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что-то вообще какие-то тошноты, блин. Надо наших мужиков всегда запустить на восьмерках и на девятках. А еще лучше на классике, чтобы все тут вообще в шок выпали сразу. Так на чемоданах могут носиться. Ну, прям по каким дорогам это вообще, тут копейку расходишь, 300 км в час. Ну, они ездят на свои дни, на трону, блин, по паралозу. Так, они бы, блин, не обморились, понимаешь, что ты включаешь? Тут звучать, фиги, с этими полосами. Встал никто полосы, ну, а тут надо поворачивать. Так, а музыка не напрягает, нормально? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...